дорогие уважаемые люди друзья товарищи я возвращаюсь на кулинарную сцену на большую кулинарию решили что возобновляем кулинарные выпуски и поскольку постольку или постольку поскольку многие присоединились к нашему каналу благодаря его величеству хлебу возвращение начнем именно с хлеба вчера ночью уже не вечером рецепт написала а когда у меня вдохновление писать новый рецепт это значит я уже свободно так что новый рецепт написала с кем же делиться естественно с вами простейший он не заметила закваска это как говорится закваска убежала простейшие лепешки на закваске с мацуном стильный зерновой и просто обычной пшеничной мукой немножко соль разрыхлитель мед или можете сахар использовать и теплая чуть теплее теплого и чуть холоднее горячего вода понадобится рецепт естественно напишу в описании вы тоже приготовьте потом мне дайте знать как понравились и так все в миксере собираю прокручиваю и двигаемся дальше об масло забыла растопила масло можете сливочное масло взять а можно и не сливочное растительное любое масло подойдет все ингредиенты взвесила подготовила кроме водички чуть больше 180 граммов воды 420 граммов пшеничной муки 80 граммов цельнозерновой свежемолотой или любой цельнозерновой муки 10 граммов соли потому что у меня масло соленое если у вас тоже масло соленое берите 10 граммов я напишу на в рецепте в случае соленого масла и не соленого масла разрыхлитель 5 граммов закваска 160 граммов столовая ложка 20 граммов по моему написала не помню давайте рецепт покажу кошмарами рецепт изменяла меня вот в таком виде рецепт даже не успела переписать и не весь 20 граммов меда до добавляем что еще там и полстакана это 120 граммов мацона масло сказала 70 граммов мацона и все очень обычный простой рецепт но лепешки получились прямо тающие во рту они в руках дети все сели и сейчас все жидкие ингредиенты собираю в миске добавляю не жидкие сухие ингредиенты миксер для меня работает крутится я так смотрю себе кофе пью тесто готово закваску добавила и поскольку вода очень горячая в моем случае не хочу сразу на закваску потому что знаете горячая вода может убить закваску добавляю мацон который холодный и даже топленое масло все вместе можно добавить мед по своему обычаю всегда одноглазую но вчера взвешивала 20 граммов так возьму прокручу и добавлю быстро так размешиваю добавлю водичку или вы можете добавить воду уже тесто можно начать замешивать или месить все сразу можно добавить можете естественно руками замешать если хотите немножко терапию себе устроить а если хотите просто прогуливаться сейчас добавляю разрыхлитель и о это быстрые лепешки если хотите оставить тесто на расстойку скажем на день или на два три четыре дня можете на разрыхлитель не добавить но это как будто на скорую руку и в этом нам помогает разрыхлитель будем крутить где-то от 7 до 10 минут как уже тесто все соберется в один комочек и будет липким но не бойтесь по ходу времени мы все вопросы уладим и берем естественно крючок тесто готово прокрутила где-то 9 минут сейчас на рабочую поверхность несколько секунд размешаю хотя можно и вот прямо так закрыть и оставить на час но мы хотим немножко размешивать хотим немножко поиграть с тестом немножко муки добавлю потому что тесто должно быть липким это нормально это новая миска почему же она восхитительная впервые пользуюсь и все хорошенько удаляется металлический миски тесто остается как будто прилипает а это наверное поверхность тела на так такая скользкая все выделяется или удаляется легко впервые пользуемся значит счастью немножко вот так приберу сильно замешивать уже не буду хотим мягкие такие нежные лепешки и вот так красиво колобуем и лучше класть масляную замасленную миску немножко в ту же миску кладем чтобы лишняя посуда у нас не появилась для промывания и прикрываем естественно шапкой для душа на час оставляем забываем и помните вода была теплой даже немножко горячей это тоже помогает чтобы тесто вышло вышло подошло быстро подошло так что такой хлеб можно испечь по быстрому варианту это оставлю а у меня уже подготовила утром проснулась всех коров подоила все сделала и тесто тоже сделала сейчас будем заниматься хлеба хлебопечением или выпечкой хлеба хотя это не печем на сковородке варим жарим или печем все таки помогите помогите немножко муки тесто уже хорошенько посидела оттаснула сделаем такой рулон рулон рулет разделяем или на 10 или на 8 колобочков если хотите маленькие лепешки естественно 10 даже 12 если хотите чтобы совсем такие кругленькие аккуратненькие были миниатюрные тоже можно сейчас я 10 сделаю вчера делала 8 когда рецепт пробовала и большие получились по моему делаю 10 аккуратно берем наши кусочки теста или колобочки и вот так как обычно делаем с тестом на закваске вот так как будто немножко туда воздуха добавляем вот так как делаем да и крутим 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 и оставляем на отдых еще на несколько минут скажем 10-15 минут последний колобочек готов закрываем полотенцем можно двумя полотенцами можно немножко такой целлофан взять чтобы не засохли хотя не успеют засохнуть потому что это у нас быстрые лепешки мы их быстро будем уже варить парить или жарить или печь так пока они 10-15 минут отдыхают что можно с этим хлебом очень вкусно поесть можно сделать начинку или такую намазку замазку из затара можно приготовить масло с чесноком с красным перчиком немножко какую-то зелень добавить к этому сделаю затар и немножко масла вы скажите вы что предпочитаете с такими теплыми горячими липошками и продвинемся дальше добавляю где-то столовую ложку затара уже готовая смесь если не знаете где приобрести в ссылках оставлю добавлю капельку хлебопеппер тоже добавлю чайная ложка не совсем острая и столько масла чтобы получилась такая густая но в то же время жидкая масса вот такая видите густая но жидкая это называется смесь готова если бы все было так легко и просто делать готовить это готово сейчас буду растапливать масло добавлю чесночок немножко соли немножко каеновый каенный порошок или перец каенный или каеновый это забыла что еще и мелко нарежу петрушку даже кинзу тоже нарежу берем немножко где-то 50 граммов зависит сколько хлеба вы намереваетесь есть с маслом где-то 50 или 70 граммов зубчик или два зубчика зависит от того насколько сильно хотите чтобы вы пахли чесноком мы хотим насильно немножко каена зависит от того насколько остро вы любите свою пищу иногда понимаю что есть люди которые вообще не знают что такое специи соль черный перец знаю черный перец добавила масло уже соленое а то немножко соли не помешало бы быстро растапливаю замешиваю потом несколько минуточек и очень вкусная масляная такая смесь готова и тесто уже хорошенько отдохнула можно уже раскатывать выпекать и наслаждаться немножко муки цельнозерновую муку взяла заметила что на такой муки очень легко работать когда что-то раскатывать и она немножко крупная и помогает очень жить берем самый первый я предпочитаю всех так раскатать и потом уже начать процесс жарки делаю с рабиру сразу две сковородки потому что быстро быстро получается как будто ничего не случилось немножко сверху слишком тонко не надо раскатывать хотим чтобы они были мягкие мягкие если сделаете очень очень тонко они засушатся и не будут очень очень мягкие встряхиваем лишнюю муку и на полотенце или на на салфеточку прикрываем и продолжаем пока все не закончим все я закончила свою раскатку и когда уже буду жарить или выпекать это поворачиваю и начинаю с того которого раскатала первым и за это время тесто еще отдыхает как будто приходит в свой правильный размер когда вы раскатываете и сразу выпекаете она так немножко стужается или сужается но меньше становится а так она уже свое берет свой размер это неважно было наверное я иногда очень детально хочу все рассказать думаю а что если окей открываем начинаем нашу выпечку положили закрыли этим следить выпекается где-то 3 3 с половиной минуты на каждой стороне узеречки уже пошли если сделаете чуть тоньше они вот так поднимаются опушаются но вот такие они мягенькие остаются это скорее всего похоже на индийский такой плоский хлеб чем пита в общем это хлеб сейчас посмотрим еще несколько минут здесь какая ситуация так хорошо когда прозрачная крышка здесь пока запекается ждем это готова можете с обеих сторон мазать маслом я не всегда это делаю потому что хочется иногда без масла можно сыром сразу взять и с фото сыром очень вкусно будет ну один замазала продолжаем выпекать там еще не посмотрела сейчас наш дегустатор смотрите на мягкости посмотрите тесто разваливается очень вкусно с этим хлебом больше ничего не нужно сам по себе он уже такой полный извиняемся маслом хлеб не испортишь это же ли он чего-то ждет сейчас это подрастает так и пузырьки пошли решили всех помазать чесночным маслом очень вкусно и именно затором тоже вкусно мы попробовали вы не видели это с чесночным маслом окунаете смесь с затаром и вкусно все равно почти заканчивая остался только один пепешек мы тут уже без вас начали нашу традиционную и вкусную дегустацию ну хлебушек знаете какой тает и хрустящий и тает и ароматный и нежный вы такой хлеб не ели из этой серии все рецепт пишу в описании мы тоже пробуйте надеюсь понравится надеюсь любитесь уверенно что влюбитесь это с затаром вообще сказка не хлеб а произведение искусства сам себе не похвалишь никто не похвалит допустим Продолжение следует...